Ваши знакомы с правом машины? Сейчас на месте Сейчас скину закон И появим с вами знаки фиксировать Которые не должны образом стоять В каком? Я вам покажу сейчас Я вам сейчас знак этот покажу Вот наверно он немножко дальше от перекрестка должен находиться Правда? Ну расположение вам ни о чем не говорит этого знака? Я же говорю Отсюда мы передвигаемся Отсюда мы передвигаемся И едем туда Здесь мы поворачиваем направо Я увижу этот знак Как вы думаете? Вот отсюда посмотрите Вот как мне Увидеть этот знак Ну как должны Есть стандарт Нет он вообще Он не там стоит Он должен Он должен здесь Вот по-моему здесь вот даже вот Когда-то он был Понимаете вот Что-то какая-то ямка есть Вот возможно он здесь даже и стоял Так вот Ну сейчас будем делать устное обращение Просить сотрудника полиции Чтобы написал рапорт По неправильному установке дорожного знака Знак ограничения скорости 30 От края Находится на Вносительно большом расстоянии Так вот ну до этого делал устное обращение да? Служба ЖКХ отреагировала Но не должным образом Этот знак стоял на этом месте Так вот Ну вот на этом месте он стоял Далее его перенесли Не сказать что правильно Наверно правильнее будет если этот знак будет находиться А вот в этом месте 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 Давайте сейчас сделаю вопрошение Вот этот знак Вы пожалуйста напишите рапорт На неправильную установку Этого знака Считаю что знак этот Недействующий Передвигаться если оттуда Оттуда и в том направлении Водитель просто-напросто не может Может не заметить Ограничения скорости Так же если будет передвигаться С этого направления И в ту сторону И при повороте направо Этот водитель просто-напросто Не будет видеть этот знак Который ограничивает скорость Для этого и создан Создан госсардат Определенно есть размеры Выдержки Для того чтобы создавалась Безопасная среда При управлении транспортом Ну давайте сейчас я к вам устно обращаюсь Чтобы вы совершили рапорт Написали рапорт Чтобы устранили Это нарушение Которое не отвечает требованиям Безопасности дорожного движения Монгозов Максимовский И Кто был? Он был Синкус А то они же попасть меняли же Они же вот так были же Вот так развернуты Одна с той стороны Они же Изменяли Вот Ну я не знаю Это ГТИ Это ГТИ Это не наши же Мы же тоже Когда же хотели же Полностью все эти На балансы Все эти все взять Как положено же Официально же Там же же Суды эти проходили все Потом я говорю о чем Как правильно сделать Когда еще этот был Как его Плетел с щебут Ну они Ну они Должны быть Маслихатское решение Все хорошо Маслихат Маслихат Говорит не наши Это Говорит Сельский Акимат Я говорю Ну нам На чем опираться Какие Он говорит Протокол местного сообщества Мы собрали Советное сообщество Все это организовали Проехались по Тарановске Все знаки переписали Все пункты Где их Чего какие они Ограничения Ограничения Это пешеходные Пешеходные Все полностью Вы согласны Да Где добавить Там 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 Все мы протокол местного сообщества Вытаскиваем На основании местного протокола Место общества Мы делаем распоряжение Я делаю распоряжение А этот как его И юстиция При проверке распоряжения Прокуратура С юстициным Отменяет Там в пункте Написано Дорожными знаками Которые являются Именно В населенных пунктах Которые Должен заниматься ЖКХ Или Акимат Район И нам отменили Из-за этого Наказали главного специалиста Юриста Наказали И меня Как Аким И после этого Потом ГТИшник А ГТИшник Мне хотел же Штраф Типа Вы там знак не поставили Я говорю Я бы рад поставить Мне бюджет не дают Я же не взял Там например Было у меня там 100 тысяч Да я сказал Все На знаки У меня все Весь бюджет расписан Я говорю Надо мне представление Они мне пишут Юристы говорят Пусть туда пишут А они туда же не пишут Район Акимат Это же район Акимат И этот как Я говорю Извини братан Вот есть представление Об устранении нарушения Норк законов Начальник департамент юстиции В область написал Вот на держи Он с этой Сходил там К начальнику РОВД Местная полиция Все решали там На уровне местных Так и все затихло А потом где-то Неделю назад Они говорят Дай нам людей Комиссионно Мы поменяем все эти Ну вообще-то они это Подают схемы Правильно Да А установкой то они Правильно не занимают Нет Да Вот он же мне дал Людей работяг Который будет копать Бетонировать Я вам даю двух людей И одного главного специалиста Все идите Они совместно выезжают И вот это Это же уже Алишер Алишер жила Да В 2000 Вот Они уже в этом Уже поставили Совместно Сделали И так что Ядно Есть же на этом Специальные сотрудники Которые должны Смотреть нормы Законно Правильно стоит Неправильно стоит Что у нас Биржевики Которые рабочие Которые просто ставят Сказали сюда Значит сюда Сказали сюда Значит сюда Есть специалисты Все Ко мне какие претензии Есть же Алишер Сходите к нему Поговорите Здесь не только Алишер Здесь каждый сотрудник полиции Обязан просто Если увидел То должен написать рапорт Я не спорю Ну там Есть же контроль Конкретный Который контролирует Вот они Пусть отвечают За это все Есть же человек У него Функциональных обязанностей Правильно же Ну все Такие вопросы Есть ко мне еще вопросы Нет Все Разберемся Разбирайтесь дальше Так Ну вот еще посмотрим Такое участие дороги Знак пешеходный переход Ну видно что им никто не пользуется Как на него выйти Зона действия знака Пешеход От знака до знака Здесь получается не тротуарные пирожки Ничего здесь нету Отсюда выйти пройти Выйти куда Выйти на На цветочки Цветочки насадили конечно хорошо что Посадили здесь цветочки Ну никто не пользуется просто-напросто этим знаком Знак искусственного сооружения Знак вес грузовой свыше 3,5 тонн запрещен Здесь не наблюдаемо ни школы Ни какого-то административного здания Всякого Ни детского сада Непонятно для чего Вообще здесь расположен Вот это вот Как говорят Искусственное сооружение Лежащий полицейский Не покрашен Вообще Я думаю он здесь лишний просто-напросто Он не должен здесь находиться И вонное место Немножко дальше В районе школы Напишите мне ваше обращение в письменном виде Это обращение я передаю дежурную часть Дежурная часть регистрирует Вам дает талон уведомления Чтобы вы уведомлены Что это данное обращение будет зарегистрировано А после этого Передает От распоряжения начальника РОВД Передается к этому К ГДТИщику специалисту Которая в функциональных обязанностях Это предусмотрено Правильно Я у вас по моим функциональным обязанностям Могу отобрать заявление В письменном виде Хорошо я вас понял Также я имею право К вам Обратиться устно С моих слов Вы просто обязаны Принять мое обращение И составить рапорт Устное Обращение Она же не куируется Правильно Вы мне устно Обратились Устное могу Передать также Устно Я устно делаю заявление Зарегистрировать Чтобы зарегистрировать Вы письменную напишите На имя начальника Отдела полиции У Патарановского района Зарегистрируйте Уведомление Получите После этого Не выполнение Каких-либо дальнейших действий Или исправка Тех и иных Дорожных знаков Вы можете уже Обращаться В вышестоящие органы Или куда вы там Предпочитаете правильно Правильно? Или в прокуратуру Куда вы там обратитесь Нет Здесь вы немножко Ошибаетесь Я имею право Устно обратиться А вы С моих слов Это обращение Мое устное Принимаете Это все записываете Я вас тоже должен Уведомить Записываете Для чего? Записываете Для того, чтобы Вдруг Кто-то хочет Ознакомиться Вдруг До суда Дойдет Чтобы судья Имел возможность Ознакомиться С моих слов То есть Я устно говорю Вы мое Обращение Записываете И делаете Рапорт Все Более того Также Сотрудники Полиции Когда Инспектируют Дорогу Инспектируют Обязанные Просто-напросто Сами Если Видят Что Отсутствие Данного Знака Стоит С нарушением Просто-напросто Отреагируют Составить Рапорт Именно Начальника Начальник Делает Соответствующее Предписание Как у нас Все это происходит Дальше мне Неизвестно Мы Можем В своих Компетенциях Обращаться Только К своему Начальнику К Курирующему Начальнику А Курирующий Начальник Далее Уже Обращается К Своему Начальнику Либо Если В его Распоряжении Данный Сотрудник Говорит Ему Чтобы Исправили А Вы Можете Письменно Напишите Я вас Прошу Чтобы Я его Зарегистрировал В вашем Присутствии И Уведомил вам Талон Что я это исправил Тайно Ну то есть Вы мне сейчас Отказываете Воспользоваться Моим правом То есть Ваши Законные права Не ущемляю Я вам просто Предлагаю Лучший вариант Который Вы уже будете Уведомлен Что ваше Заявление Устное Которое Вы говорили Перешло В письменный вариант Что вы сами Передали И получили Уведомление То что Она уже законная Ну я понял Этот вариант Да Действительно Существует Я не спорю Ну и так же Существует Вариант Как устное Обращение С моих слов Просто записывайте Можете Пожалуйста Представиться По полной форме То есть Показать служебное Суверение В развернутом виде Конечно Дорожная патрульная полиция У Патарановского района Сержант полиции Сержант полиции Жак Солыков Данас Жак Солыкович Полисовский Дорожная патрульная полиция До 22 года Спасибо Действующие Давайте Давайте Теперь наверное В район школы С вами проедем Посмотрим Там Участок Дороги Ну вот У нас Средняя школа Поселка Айет Района Бейбетмалина Вблизи школы Необходимо Установить Искусственное сооружение Для снижения Скорости водителями Этого Искусственного сооружения Нету Но зато Как Мы до этого Вот Проезжали На Предыдущее место Зато Там В районе Магазин автозаписей Почему то Для чего то Непонятно Вообще для чего Установлен Установлено Искусственное сооружение При том что Вообще необходим Здесь на этом участке Дороги В районе Школы Районная больница Села Айет При выезде С этой территории Видим что Видим Знак Уступить дорогу Мы видим Это знак С этого направления дороги Для кого он вообще предназначен Какую роль выполняет Какую роль вообще выполняет этот знак Он не действующий Но таким образом Для чего он тогда Вот здесь Расположен Вот этот вот стак Пятиметрового высоты знак Ну а вот это вот знака Я думаю что высота не должен образом Так ну что теперь Так как у нас сотрудники полиции отказывают нам в принятии устного обращения Мы вам не отказываем А ваше заявление вытащим И Напишу Я Отложу им Усное обращение отказываются Рапорт Составлять Отказываются Ну сейчас нам вот Сделать устное заявление Необходимо Тогда проехать В РОВД И подать заявление Уже в ГОВД Вот служба Еще одна Которая не исполняет правила дорожных движений Эй дядя Вот эти где твои? Сигнал где желтый? А что сигнал не работает? Сигнал не работает? Нет? Сигнал желтый не работает? Так поливаем цветочки КОНЕЦ Заглубка МОЛИ на данный момент вы сотовый телефон можете в ящичек взять с собой ключи то есть здесь нельзя съемки нет я же туда вот за эту решетку я не прохожу уже информация висит я может ее хочу телефон положить фото видеорегистратор аудиозаписы все положите уже нельзя это же административное здание же правильно но это никак наверно не режиме не режим на объекты нельзя в одном садила можно с приказом на лицо ознакомить может хорошо ждем для чего для чего я хочу подать заявление а вот что можете писать связан начальнику на сирене можно служить сундитбаев асхат утигенов заместитель начальника отдела полиции до 22 года спасибо я хочу хочу подать заявление хотел сделать устное обращение устное обращение то есть очень видеокамер вытащить это режимное помещение это режим не помещен вы можете тогда хорошо можете тогда меня ознакомить приказывать что в этом режиме учреждения аудиозапись я могу вести аудиозапись я подождите камеру выключите не вы не отбирайте я хочу я видео не буду снимать выключите я говорю нет я видео не буду снимать аудиозапись нашего разговора я могу смотрите полежит малыша вы сейчас выключите я вам все объясню хорошо давайте тогда с помещения выйдем и там поговорим сейчас выключите я выключу выключить хорошо как но вот стоит напомнить что до этого мы делали обращение устное по поводу расположение этого знака ограничение скорости 30 этот знак стоял практически на углу на углу перекрестка мы обратились устно его переставили переставили в это место что также несет за собой нарушение данного установлены знака водители просто-напросто получается что не предупреждены об ограничении скорости так как это знак стоит с нарушением госстандарта после этого вызывали сотрудников полиции которые отказавшись принять устное обращение не приняли устное обращение и пришлось подать письменное обращение вот на этом же перекрестке вот в это вот месте также здесь находился и аким таранского сельского округа бердалин азамат который также видел неправильно расположение у этого знака но не принял никаких мер не проконтролировал не стал разбираться кто допустил такую халатность неправильном установлении этого знака после нашего письменного обращения был также нам дан ответ в виде отказа отказа рассмотрения нашего обращения но вот это знак как как стоял с нарушением как его переустановили также с нарушением и также он по-прежнему стоит с нарушением об этом знают как полицейские так и сам аким бердалинов который не принимает никаких мер не привлекает ответственных лист лиц то есть никакие меры не принимается могу посоветовать районному отделу внутренних дел каждому полицейскому также и акиму с жкх чтобы выполняли свои обязанности чтоб были исполнительными чтоб на наше обращение они отвечали и вот такие вот как бы это сказать вот такой вот бардак чтоб не допускали чтобы аким чуть почаще проходил по своему родному селу обращал внимание как на дороге так и на знаки так и на дома в каждом ледоме горит свет все ли хорошо у этого человека а не просто сидеть и в своем кабинете с 8 до 6 вечера да и просто просиживать вот это время когда здесь под окнами его кабинета не обеспечена безопасность дорожного движения и она никак не контролируется да вот я это это